Однажды Всех планет было девять, и у каждой такой планеты была своя история и свое название. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Каждая планета была по-своему прекрасна и удивительна. Меркурий решил занять первое место после Солнышка, чтобы ему доставалось больше тепла, чем другим планетам, думая, что таким образом он привлечет к себе жизнь. Но Венера оказалась хитрее. Она покрыла себя толстой оболочкой и стала самой горячей планетой Солнечной системы, и поэтому заняла второе место после Меркурия. Земля была очень молчаливой и скромной, поэтому на помощь к ней пришел единственный спутник Солнечной системы – Луна, который решил, что они будут сразу после Венеры – самой красивой планеты, по мнению Луны. Марс решил покорить всех своими вулканами, которые находятся на его поверхности, а самый большой из них – Олимп. Тем временем Юпитер хвастался своими большими размерами, которые превышают массу всех остальных планет вместе взятых. Сатурн долго думал, как же ему привлечь жизнь к себе, и решил отличиться красотой и захватил с собой кольца. Уран был очень неуверен в себе, посмотрев и послушав все планеты. Он понял, что у него нет никаких шансов, поэтому он решил лечь на бок и ни с кем не соперничать. Нептун сдался еще быстрее, так как по размерам он не особо удался, да и все примечательное, что можно было взять, уже разобрали. Ну а Плутон, самая последняя и неприметная планета, предложила… А давайте будем вращаться вокруг Солнышка, чтобы его лучи посвящали все планеты сразу и одновременно. Так и появилась Солнечная система, состоящая из девяти планет и вращающаяся вокруг одной большой красной звезды. Солнечная система Солнечная система Истории